Всем здравствуйте, меня зовут Наталья, я работаю в компании Target Process. И сегодня я коснусь такой темы, как визуализация, зачем и в принципе почему она может быть полезна. И рассмотрим несколько реальных примеров, потому что тема сама по себе достаточно таки обширна. Итак, немного абстрагировавшись вообще от IT, вспомним старую историю из прошлого, немножко зашай, вот такая страшная история. Посмотрим, почему визуализация может быть полезна, какие подходы есть к визуализации, буквально по парочку примеров на каждой. И задержимся на таймлайнах с конкретными примерами в Agile. Эти примеры работали для нашей компании, и они достаточно просты, чтобы начать их применять в своей компании уже завтра, без какой-то предварительной подготовки. Карта Лондона 19 века, пока мало нам о чем говорит. Кто знает, как распространяется холера? Ну вот так, навскидку. Да, ну вот по воде, ну на самом деле по воде, но вот в 19 веке люди были уверены, что холера распространяется по воздуху. И как бы поделать с этим было что-то сложно, соответственно люди продолжали исчезать. Так было до тех пор, пока английский доктор Джон Сноу не сделал то, что вы видите сейчас. Он нанес все очаги заражения в виде черных прямоугольников на карту Лондона. И в принципе в очень простой и доходной форме, во-первых, показал масштабы распространения эпидемии, и во-вторых, показал ее географическую зависимость. Выяснилось, что собственно и большее количество случаев было выявлено рядом с водоразборной колонкой на Броуд-стрит. И кроме этого ни одного случая не было выявлено в соседнем монастыре с этой колонкой, что оказалось аномалией. Но дело, правда, оказалось не в святой воде, а в том, что у ребят была собственная пивоварня. И монахи крепко сидели на пиве, и воду с колонки они, собственно, не особо-то и потребляли. Поэтому это еще сильнее усилило подозрения касательно воды, и, собственно, Сноу действительно убедил правительство снять ручку с колонки, и это привело к падению самой распространения, самой эпидемии, а исследования Сноу в целом положили начало современной эпидемиологии. А вот визуализация спасла жизни людей. Ну и так, маленький бонус для нас, айтишников, приятно пить, пиво пить полезно для жизни. Если говорить, в принципе, о визуализации, то визуализируя что-то при помощи различных методов взаимодействия, масштабирования, мы используем наши глаза как дорогу к нашему мозгу, чтобы показать ему большое количество информации. А дальше уже на основе этой информации можно совершать различные действия. То есть, используя эту возможность, мы можем быстро принимать решения. Большое количество информации, но мы быстро можем реагировать. Мы можем находить какие-то скрытые моменты, тренды, зависимости. И, собственно, из простого набора, скажем так, каких-то цифр, данных, которые у нас есть, визуализация начинает рассказывать нам истории. И основная фишка в том, чтобы читать эти истории, по большому счету не нужна какая-то предварительная подготовка. Можем читать сложные истории, очень просто. В конце концов, это как один из инструментов решать какие-то поставленные проблемы. В целом, если говорить о существующих подходах к визуализации, то выделяют в первую очередь сети или связи, карты, работа с многими переменами и таймлайны. Буквально по парочку примеров на эти паттерны сети. Сети достаточно известные, простые, очень хорошо работают, когда нам нужно построить какую-то иерархию, взаимодействие. Самый распространенный пример — это, собственно, майнмэп. Майнмэп сегодняшнего доклада. Если говорить о сетях даже в нашей каждодневной работе, в проекте, достаточно взять структуру проекта, ну это самый глобальный такой, конечно, вариант, расположить фиши, которые есть в проекте, разделить эти фичи на изерстори, которые потом возникают на основе из каждой из этих фич, и показать, какие таски, баги относятся к каждой из этих изерстори, это дает очень классную штуку понять, что если мы засели на каком-то таске или баге, а, собственно, откуда ноги растут? А может быть достаточно пойти к первому человеку, который придумал самую-самую большую эту фичу, и сказать ему, вот мы на таске засели, может быть, нам не так важен этот таск сейчас, потому что сама фича немножко не предполагает использование этого таска. Ну, само отображение, оно достаточно масштабное, поэтому люди в достаточно простой форме на whiteboard делают просто потом такое детальное изображение каждой фичи и развитие этой фичи в истории. Если говорить о картах, ну, карты, как все люди любят, они очень простые, и приятно думать, что мы можем посмотреть на весь мир в обхвате. Это классический пример, очень знаменитая карта Минарда, которая, собственно, показывает наступление войск Наполеона во время русской кампании. Что есть? Есть карта из Каунаса до Москвы, есть движение, на которое наложен маршрут движения войск, цветом показывает движение вперед, это, собственно, бежевый, и черным показывает движение, вернее, бегство Наполеона из Москвы. Ширина линии очень наглядно показывает численность войск, когда Наполеон вошел и, собственно, вышел. Вам вот сзади плохо видно, когда вошел, численность была порядка 400 тысяч людей в армии, когда вышел — 10 тысяч. А еще Минард делал классную штуку. Он в каждом городе, когда особенно он отступал, это было очень важно, он добавил температурные показатели. То есть какая температура была в каждом городе, когда войско бежало. И действительно, по воспоминаниям армии, каждый раз, когда они засыпали, а потом просыпались, минус 10-20 тысяч. То есть очень сильно влияло. И это отличный пример очень качественной информации, визуализации информации. То есть ее можно рассматривать долго, можно делать разные выводы. И вот используя такие примеры, можно понимать, как потом работать со своими данными, которые есть у себя в работе. Ну, то есть самый простой пример — это, понятно, отобразить, допустим, либо покупки, либо то, как часто заходят на ваш сайт, предположим, разного мира. Но даже добавив простую интенсивность цвета, понятно, куда дальше, может быть, кинуть взор на какую область мира. Если говорить о многих переменах, то это самый сложный тип визуализации, потому что он заставляет нас думать. Это тогда, когда нам нужно отобразить сразу много параметров. Два, четыре, шесть параметров за раз и понять, а как они между собой относятся. Приведу конкретный пример. Это визуализация New York Times. На самом деле у них очень много, очень хорошей визуализации. Они большие молодцы в этом деле. И, собственно, здесь сегодняшняя, кстати, картинка, то есть ситуация, что творится сейчас на рынке, конкретно сегодня, показаны большие монстры, большие и маленькие монстры в IT, и их, как они себя сейчас чувствуют по сравнению с рынком. То есть по Y это ситуация на… Вернее, вот так. Это ситуация в году. И, собственно, по X у меня выбрано по неделе. Большие кружки, маленькие кружки – это сколько стоит сейчас корпорация на рынке. И вот все эти самые большие кружки – это Apple, это Microsoft, IBM, это Google. И хуже всех сейчас приходится Apple. Но у них действительно большие падения и в году, и за эту неделю. Вот там вот впереди планеты всей – это Yahoo. А вот это Oracle. Им плохо. И вот она интерактивная, и можно поиграться. Если говорить о том, как с многими переменами можно работать в Agile, то кто пишет из кейса? Ну так, ну тест-кейс на юзер-сторе. А много тест-кейсов на юзер-сторе. Никто не пишет. Но вот если нужно понять, а нужно писать тест-кейс или не нужно, можно, предположим, отобразить в виде точек все ваши юзер-стори. Собственно, по X кидаем количество багов, а по Y кидаем, сколько тест-кейсов написали на эти юзер-стори. И смотрим, а действительно ли написание тест-кейсов приводит к тому, что мы обнаруживаем меньше багов. А если, допустим, добавим еще… Ну вот в нашем случае, да, действительно. Но если еще добавить размер, в зависимости от тест-кейса на эту юзер-стори, можно прикинуть, допустим, маленьким юзер-стори пиши, не пиши, ты с кейса все равно баги не находятся. А вот для больших действительно да. Ну, наверное, стоит. Опять же, работа с многими переменами – это та же матрица. Еще один пример, ну много было примеров, на самом деле, порфолио-борд, который мы используем у себя внутри компании. То есть стикер – это проект. Проект проходит по каким-то фазам. Можно добавить горизонтальные линии. В нашем случае горизонтальные линии – это могут быть клиенты, для которых мы делаем, предположим, эти проекты. Отлично работает, когда вам нужно понять на очень высоком таком уровне директора, топ-менеджмент, что вообще происходит. То есть где у нас приблизительно проекты сейчас располагаются. Но если добавить стикерами, обычными цветными стикерами, еще и команды, которые сейчас на этих проектах работают, а если еще там повесить цветной магнитик и, предположим, выходим из бюджета, не выходим из бюджета, а если бюджет еще написать на стикерах, допустим, сколько было в начале, сколько уже использовали, очень становится информативно и очень понятно, куда и как можно в ближайшем будущем, по крайней мере, ожидать. И, собственно, таймлайны. Время — это вообще вещь достаточно особенная. В пробках на этой неделе кто стоял? Ну серьезно? Такие счастливые все. Ну вот, час проведенных в пробках и час проведенных в вчерашнем баре на вечеринке Agile Days — это немножко разные вещи. И вот для того, чтобы идти от этого субъективного восприятия времени, таймлайны работают очень хорошо. Ну это так, это у нас висело в офисе, очень классное просто визуализация. Потом, если что, погуглите, довольно-таки известное. Это как между собой герои различные в течение фильма взаимодействуют. Ну в данном случае «Властелин кольца». Если говорить о таймлайнах именно в Agile, это то, что висело у нас долгое время на кухне, где мы проводили стендапы. То есть блочок — это фича. Собственно, когда мы хотим фичу какую-то запустить в производство, стикер красный, она началась, работа над этой фичей. И стикер зеленый ушла в релиз. Но оценок у нас на то время не было, поэтому желтый стикер мы еще доклеивали для себя любимых, что, ну, наверное, мы тут выпустим, а потом тут выпустим. Но не выпустили, но потом выпустим. А если появлялись какие-то еще дели во время стендап-митинга, мы еще стикерами разбивали эти фичи прямо тут же, прямо на родмэп, клеили и кидали в будущее, что мы хотим потом еще заимплементить. Опять же, уровень масштабирования может быть разным. Можно сразу накидать информацию по двум проектам. А можно, наоборот, спуститься глубже и посмотреть, а что у вас конкретно люди делают на проектах, на каких багах, на каких тасках. И в зависимости от того, как люди работают, еще какой-то форикаст раскидать, ну, какой-то прогноз на будущее. Или можно, наоборот, точно такую же таймлайн построить о том, как вы работали над какой-то юзер-сторией или какой-то фичей, или каким-то отрезком работы. То есть, собственно, были в прогрессе, потом пошли в тестирование, потом опять вернулись. И если прикрепить даже фотографии вашей команды на каждый конкретный такой этап, станет понятно, кому бежать, если у нас там месяц в разработке висит юзер-стория. А если вот это вот же workflow и поднять на уровень выше, то есть такая отличная штука, которую в свое время придумал Эдвард Тафти, он, то есть, это, собственно, канбан-доска, на которой фи-стикеры — это ваша работа. И доска дает понимание о том, как сейчас работа протекает. Но если это G-Flow при помощи SparkLine, а SparkLine — это, собственно, графическое изображение диаграммы, когда мы не добавляем никаких осей, никаких лейблов, просто рисуем тенденцию. При помощи SparkLine нарисовали, а что там вот, как история двигалась по доске. Допустим, на daily stand-up митинге перенесли в интестинг, изменили высоту линии, никуда не перенесли, линия осталась на том же уровне. И тогда очень видно, что зависли мы очень сильно в прогрессе, наверное, что-то надо поменять, дополнительные информации для обсуждения. Или колбасит очень сильно туда-сюда, но, может быть, требования плохо проработаны, или что-то такое происходит. И в итоге информация совсем по-другому, без новых метрик, без новых каких-то изменений в процессе, вы можете подарить себе новую идею о том, что может быть улучшено и что может быть изменено даже вот завтра. И пару книжек, которые считаются одним из основополагающих по визуализации, это работа Джак Бертин и Эдвард Тафти, очень хорошие книжки. И всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ